Часть восемнадцатая у нас на сегодня. Погнали! А ведь она могла и столкнуться и с нами. Только в этом случае разбилась бы не она, а мы, заметил Маркена. Именно поэтому я и сказал, никогда не поворачивайся спиной к реке. Никогда! А Маркена прав, утвердительно кивнул Карлона. От нее можно ждать чего угодно. Эта река знает, как напомнить о себе. Прямо как некоторые женщины, правда, Джандалар? И Джандалар внезапно подумал о Мароне. Улыбка, появившаяся на лице Таналана, свидетельствовала о том, что он имел в виду именно ее. Давненько он не вспоминал об этой женщине. Давненько. Которая полагала, что Джандалар женится на ней во время летнего схода. Сразу же. Увидится ли он с ней вновь? Она была красавицей. Впрочем, Сиренео тоже красива. По-своему. В некоторых отношениях она даже лучше Маруаны. В некоторых. Куда посмотреть. Да, Сиренео была старше Джандалара. Но ее всегда влекли такие женщины. Всегда. Любая женщина. Вот почему бы не взять пример с Таналана, а? Завести семью. И вот так вот взять и остаться тут. В племени Шамудой. Шара-Мудой. Сколько времени мы в пути? Больше года. Мы покинули пещеру Даланара прошлой весной. Таналан уже не вернется домой. Таналан и Джетамио. Джандалар может тебе задержаться, а? Может задержишься? На чуток? М? Нет, сейчас лучше не обращать на себя внимания. Сиренео может подумать, что это отговорка какая. Так что лучше потом. Ну, чего вы там так долго? Спросили Эксберга. Мы ждали вас. Хотя шли издалека. Нам пришлось разыскивать вот этих вот. Двоих. По-моему, они пытались от нас спрятаться. Ответил Маркена со смехом. Прятаться поздно, Таналан. Она тебя уже подцепила. Ответил человек с берега, входя в воду вслед за Джетамио. Для того, чтобы потащить лодку к берегу. При этом он сделал рукой характерный жест, изображавший удар острогой. Джетамио сразу же покраснело. И смущенно заулыбалась. Добыча отменная, барон. Ты так не считаешь? А ты хорошая охотница. Тут же нашелся Джандалар. Изловить его не удавалось еще никакой женщина. И раздался дружный смех. Чё рыгочите? Хотя его владение их языком оставляло желать лучшего. Женщина. Всем было приятно уже. И то, что он решил поучаствовать в этом вообще шутливом разговоре. Ставив свои пять копеек. А как можно изловить такую крупную рыбину, как ты? Джандалар спросил барона. Ну, для этого нужна подходящая наживка. Сразу же усмехнулся Таналан. После того, как нас лодки вытянули на узкую полоску грубого песка и все сошли на берег, лодку перенесли на большую прогальну, находившуюся посреди густого леса, состоявшего преимущественно из скального дуба. Эта поляна использовалась людьми уже не первый год. То тут, то там виднелись брёвна, колоды и щепки. Перед широким навесом теплился, на удивление, скромный костерок, хотя дров вокруг было в избытке. Иные из брёвен лежали здесь так давно, что уже начали гнить. На прогалине сразу же в нескольких местах кипела работа, и можно было наблюдать строительство лодок на различных стадиях. Прибывшие опустили лодку, на которой они приплыли, опустили на землю и поспешили к манящему теплу костра. Несколько человек тут же оставили работу и присоединились к ним. Из вместительной выемки, сделанной в толстом бревне, поднимался ароматнейший пар. Пар свежезаваренного травяного чая. Вскоре эта необычная корыта уже опустела. Вмиг. Неподалёку выселась горка округлых голышей, собранных на берегу реки. В грязном ручейке, струившемся за бревном, лежал ком мокрых листьев, различных растений и трав. Корыта пора было наполнять вновь. Вновь и вновь. Двое мужчин качнули толстое бревно, чтобы выплеснуть из корыта остатки заварки. Третий же занялся тем, что стал вкладывать голыши в раскалённые уголья. Вода, использовавшаяся для заварки чая, и сам чай разогревались с помощью этих самых камней. После весёлых подкалываний и насмешек единственным объектом которых являлась будущая пара, собравшиеся поставили на земчашки, сделанные из древесины и фибры, и вернулись своим делам. Таналана повели к краю прогальны. Он должен был пройти обряд инициации, суть которого сводилась к участию в постройке лодки. Ему предстояло выполнить простую, но тяжёлую работу – свалить дерево. Джандалар завязал беседу с Карлона, вождём племени Рамудои. Разумеется, они говорили на излюбленнейшую тему – о лодках. И он задавал ему вопрос за вопросом. Прям сшипалось. А из какого дерева делаются самые лучшие лодки, а? Карлона, которому явно импонировал интерес не по годам рассудительного и сообразительного чужака, пустился в пространное рассуждение. Лучше всего, лучше всего брать зелёный дуб. Зелёный. Он и стойкий, и одновременно податливый. Прочный, но не тяжёлый. Не тяжёлый. Нет. Когда его древесина высыхает, она тирает гибкость. Она тирает. Она всё тирает. Дерево можно срубить и зимой. Такие бровна могут лежать в озере или в болоте в течение цельного года или даже двух. При этом древесина насквозь пропитывается водою и обрабатывать её становится обше трудно. Придать лодке равновесие тоже непросто. О, как непросто, а? Да. И всё-таки самое главное в этом деле это выбрать правильно дерево. Вот то. И Карлона направился к лесу. Всё. Пошёл дерево шукать. Оно должно быть большим, да? Спросил Джандалар. Э-э-э. Дело не только в размере. Не. Для основания и обшивки нужны высокие деревья с совершенно промым стволом. Вот такое. И Карлона повёл высокого зеладони к той части леса, где деревья росли поугуще. В густом лесу деревья тянутся к солнцу. Понимаешь? К солнцу тягнутся. Ты понимаешь, о чём я? Понимаешь? Джандалар. Старший брат повернулся к окликнувшему его Таналану. Джандалар. Тут и ещё несколько мужчин стояли возле могучего дуба, окружённого высокими стройными деревцами, прямые стволы которых начинали ветвиться высоко-высоко, вверху. Как же я рад тебя видеть. Маленький братик не сможет обойтись без твоей помощи. Ты ведь понимаешь, я не смогу жениться до той поры, пока не будет построена новая лодка. Ты ведь всё понимаешь? А? И для этого я должен срубить дерево. Не вырастить, а срубить дерево. И он выразительно указал кивком на росшее рядом высокое дерево. Вот оно. Из него будут делаться какие-то там пояса. Ты только посмотри на этого исполина, а? Вот это громадина. Я даже не думал, что деревья могут быть такими большими. Ты посмотри. Рубить его можно целую вечность. И то, фиг срубишь. Большой брат, похоже, мне придётся жениться в весьма и весьма преклонном возрасте. Ага. Вот когда срубим вот это вот. Хе. Дзиндалар улыбнулся и покачал головой. Пояса — это доски, из которых делаются борта больших лодок. Вот тебе и пояса. Если ты действительно хочешь примкнуть к племени Шарамудои, тебе придётся научиться и не только этому. Я буду. Я буду Шамудои. На лодках пусть плавает Рамудои. А я буду Шамудои. Уж лучше охотиться на серн. Я в этом хоть шо-то с мыслью. Доводилось же мне охотиться на каменных козлов, на муфлонов. А? Может, ты мне всё-таки поможешь, а? Тут в одиночку явно не справишься. А я не хочу, чтобы бедняжка Джатамьев ожидала тебя до самой старости. Ну вот. Придётся прийти на помощь. Никуда не денешься. Ну, к тому же мне хочется посмотреть, как они строят эти свои лодки. А? Ответил Джандалар и, повернувшись к Карлону, сказал на языке Шарамудои. Джандалар, поможет рубить дерево? Поговорить мы сможем потом, правда? И Карлон улыбнулся в знак согласия и, сделав несколько шагов вперёд в сторону, стал наблюдать за Таналаном. Шо будет дальше? Из-под топора полетели первые щепки. О, наш человек! Впрочем, Карлон стоял здесь недолго. Глазом глянул, блэм-блэм, работа идёт, всё нормально. На то, чтобы повалить лесного великана, мог уйти и весь, целый день. «Нехай помогает!» К окончанию работы здесь должны были собраться все присутствующие. Все! Продольные удары, направленные едва ли не по касательной к стволу, чередовались с ударами поперечными, перерубавшими отслаивавшиеся от ствола тонкие щепы. Вонзить каменный топор на достаточно большую глубину невозможно, ибо его лопасть должна быть толстой, а иначе она будет слишком непрочной. Ага. Дерево не столько рубилось, сколько подтачивалось с разных сторон, как той бобер. Работа шла крайне медленно, однако каждый новый удар приближал их к сердцевине древнего гиганта. День уже клонился к концу, когда Тоналану было предоставлено право самостоятельно завершить эту многотрудную работу. К дереву собрались все присутствующие. Тоналан совершил еще несколько рубящих ударов, ну, надо же помочь братику. И, услышав громкий треск, он отскочил в сторону. Высоченный дуб стал валиться на бок. Сначала медленно, а затем все увереннее и быстрее. Исполинское дерево кренилось все ниже и ниже, оно ломало ветки и стволы своих же молодых собратьев и, наконец, с оглушительным треском как гупнуло на землю. Оно подскочило, отчаянно встряхнув всеми своими ветвями и замерло уже навсегда. Все, навеки вечные. Никого там не было, не? Все, хавайся. И в лесу установилась полнейшая тишина, казавшаяся благоговейной. Замолкли даже птицы, все, никого нема. Все смотрят, наблюдают. Величественный древний дуб был повержен, отсечен от своих живительных корней. Все, не склеишь. Светлый пень казался свежей раной, появившейся на смуглом теле леса, безмолвно сносящего боль. Исполненный достоинства, Доландо встал перед этим пнем и, медленно опустившись на колени, выкопал в земле небольшую ямку и бросил в нее желудь. Пусть же Всеблаженная Мудо примет нашу жертву и даст жизнь другому дереву, произнес он важно, после чего присыпал этот желудь землей и вылил на него чашку воды. Когда они вступили на тропу, ведущую к далекой террасе, солнце, золотившее длинные цепи облаков уже готово было скрыться за окутанным дымкой горизонтом. Прежде чем они успели достигнуть древней вымойны, цвет облаков стал совершенно другим. Золото и бронза уступили место сначала алой, а затем куда более темной розовато-лиловой окраски. Когда они стали огибать скальный уступ, Джундалар остановился просто пораженной красотой, открывшейся его взору картины. Он сделал несколько шагов вперед, совершенно забыл об тех опасностях, подстерегавших его на крутой горной тропе. Река Великая Мать, спокойная и степенная, отражала в своих водах изменчивые небеса и тени пологих гор. Под обманчиво гладкой поверхностью угадывалась бурная жизнь ее глубин. Красиво, правда? И Джундалар обернулся на голос и улыбнулся, узнав поднимавшуюся вслед за ним женщину. «Да, Сиреню, красиво. Этой ночью у нас будет большой праздник. Он устраивается в честь Джетамио и Тонолана. Они ждут. Ты тоже должен прийти на него. Слышишь?» Сиреню повернул, чтобы уйти, но Джундалар схватил ее за руку и заглянул ей прямо в глаза, в которых отражались последние краски догорающего заката. Необычайно мягкая и покладистая она была всего на несколько лет старше его, самого. Но это совершенно не сказалось на ней. Она не испытывала ни уныния, ни усталости, ничего не ждала и ничего не требовала от других. Гибель своего первого супруга, смерть возлюбленного, с которым они не успели сочетаться браком. Выкидыш все это не могло не наполнить ее душу печалью. Сжившись с ней, Сиреню научилась принимать чужую боль так же близко, как и свою собственную. Что бы ни было причиной горя или разочарования ее соплеменников, они неизменно приходили именно к ней. психолог психологическая помощь, чешо. Да, она, только она умела утешить и успокоить любого, ибо искренне сострадала несчастным и ничего не требовала взамен. Благодаря своей способности успокаивать обезумевших от горя или от страха, она часто помогала Шамуду и усвоила кое-какие навыки целителя. Поэтому Джандалар и познакомился с ней. Она помогала целителю привести Таналана в чувство. Помогала. Когда тот выздоровел и достаточно окреп уже, ему позволили поселиться у очага Даланда, Рошарио и, конечно же, Джетамио. Никуда не денешься. Джандалар же стал жить вместе с Сиреню и ее сыном Дарво. Она не просила его даже об этом. Он мог этого и не делать. Прежде чем направиться к костру, он коснулся ее щеки губами. Он подумал, что в глазах Сиреню отражается какая-то потаенная мысль, но проникнуть в их глубины ему никогда не удавалось. Джандалар поспешил отогнать непрошенную мысль о том, что он должен бы поблагодарить ее за это. Казалось, она знала его лучше, чем знал себя он сам. Знала его неспособности полностью отрешиться от себя и потерять голову от любви, как это произошло с Таналаном. Она понимала и то, что своим необычайным пылом и страстью он прежде всего пытался восполнить недостаток эмоций и придать своим чувствам глубину, глубину и основательность, чтоб аж дно побачить. Она принимала его, как принимала нередко случавшиеся с ним приступы тоски и уныния, не думая ни обвинять, ни поучать этого белокурого чужеземца. И при этом она оставалась совершенно открытой. В ее улыбке и словах никогда не чувствовалось даже тени искусственности или некоего тайного умысла. Возможно, своей кажущейся неприступностью она была обязана именно этому необычному спокойствию и собранности. Выражение ее лица менялось только тогда, когда она смотрела на своего сына. Ну, что это вы так долго, а? спросил мальчик, едва завидев сиреню и джандалара. Все уже давно хотят есть, только вас и ждут. Дарва заметил джандалара и свою мать, стоявших у края утеса, однако не стал мешать их. Вначале чужеземец вызывал у него ревнивые чувства, ибо он отвлекал на себя часть материнского внимания. Коиндарва прежде владел безраздельно, целиком и полностью. Но вскоре мальчик понял, что у него появился новый друг и резко изменил свое отношение к чужеземцу. джандалар подолгу разговаривал с ним, рассказывал о приключениях, произошедших с ним за время путешествия, об охотничьих приемах, об обычаях и нравах разных племен. И о чем бы он не говорил, мальчик слушал его с неослабимым интересом, тем более, что джандалар время от времени показывал ему способы изготовления каменных орудий. Очень интересно. А мальчик осваивал их с поразительной быстротой, впитывал, как та губка. Когда брат джандалар решил сочетаться с джитамио, радости подростка не было предела. Он как ждал этого. Мальчику очень хотелось, чтобы джандалар тоже остался с ними и взял себе в жены его мать. Он очень боялся помешать. Помешать развитию их отношений. И потому старался держаться поодаль. Надо заметить, джандалар и сам размышлял примерно о том же весь этот день. Он мог думать только и только о сиреню. Светловолосая и стройная она была настолько высокой, что доходило ему до подбородка. О, кака высока! мать и сын были похожи как две капли воды, хотя во взгляды кари глаз Дарво не чувствовалось той удивительной безмятежности, которой отличалась его мать. А я был бы счастлив с Сиренео, подумал он. Может, мне следует поговорить с ней? И в эту минуту он действительно желал ее, желал жить вместе с ней. Сиренео. И она перевела на него свой взгляд и тут же поддалась магнетическому воздействию его неправдоподобно голубых глаз. Два колодца. На ней сфокусировалось все его желание, его жажда. Сила харизмы Джандалара, неосознанной и оттого еще более мощной, застала ее врасплох. Никуда не денешься. Барьеры, столь тщательно воздвигавшиеся ей все эти годы, дабы оградить себя от боли, они все разом рухнули. И она вновь стала такой же открытой и ранимой, какой и была прежде. Цветочка. Джандалар. Ее интонация не оставляла сомнений. Я много думал сегодня. Он с трудом находил нужные слова. Таналан, мой брат, долго ходили вместе. Теперь он полюбил Джеттамио и хочет остаться. Если ты... Я хотел бы... Эй, вы двое! Все хотят уже есть! Да он еда уже стынет! Эй, вы! А? Заметив, как смотрят друг на друга его брат и сиреню, Таналан осекся и добавил уже совсем другим тоном. А, прости, брат, кажется, я вам помешал? И они тут же отшатнулись друг от друга. Все, помешал. Все, момент был упущен. Ты, братишка ты! Да все нормально, Таналан. нам не следовало так задерживаться, а поговорить мы сможем и потом, ответил Джон Далар. Да и только. И тут он вновь посмотрел на сиреню. Она казалась смущенной и испуганной, как будто не понимала, что на нее нашло в эту минуту и как ей восстановить щит былого самообладания. И они вошли под козырек и тут же почувствовали тепло большого костра, полыхавшего в главном очаге. При их появлении присутствующие стали занимать места возле Таналана и Джитамьо, которые стояли на центральной площадке, находившейся за костром. Праздник обета являлся началом продолжительных празднеств, кульминацией которой были брачные торжества. В течение всего этого периода общения и контакты будущей пары строго-настрого регламентировались. Присутствующие образовали широкий круг, в центре которого стояли Джетамио и Таналан. Вот она, цветочка. Поздравляйте меня. Они держались за руки и смотрели друг на друга так, словно желали подтвердить обет верности и поделиться своей радостью со всем миром. Шамут сделал несколько шагов вперед. Джетамио и Таналан опустились на колени, чтобы целитель и духовный вождь племени, чтобы мог надеть на их головы венцы, сплетенные из веток цветущего боярышника. Они продолжали держаться за руки и тогда, когда их повели вокруг костра. И все прочие последовали за ними. Трижды, обойдя очаг, они вернулись на прежнее место. Круг их любви объел собой всю пещеру племени Шарамудои. Шамут вновь приблизился к будущей паре и, подняв руки, возгласил «Жизнь — это круг, который начинается и заканчивается великой матерью, первой матерью, тяготившейся своим одиночеством и потому решившей создать все живое». Его этот громкий звонкий голос отражался эхом от дальней стены вымойны. Преблагая мудо наше начало и наш конец. Из нее мы выходим и в нее же мы возвращаемся. Все, что мы имеем, дарует нам она. Мы ее дети, ибо она источник всяческой жизни. Она одаривает нас от щедрот своих. Мы живы ее телом, пищей, водой, кровом. От ее духа исходят дар мудрості и доброты, таланти и способностей, вдохновение и дружество. Но самый великий ее дар это всеохватная любов. Великая мать земля черпает радость в счастье своих детей. Она радуется нашей радостью и потому не спосылает нам чудесный дар радости. обретая сей великий дар мы славимо ее и клайнемся я ей. Своих избранников она наделяет еще большей наградой даром созидать жизнь. И Шамут выразительно выразительно посмотрел на молодую женщину. Джетамио и ты относишься к числу этих счастливцев. Восславь Мудо и она наделит тебя даром жизни. Ты сможешь привести в мир нового человека. И помни дух жизни приходит от великой матери и принадлежит только ей. Таналан, когда ты примешь на себя обязательство заботиться о другом, ты уподобишься той, которая заботится обо всех нас. Должным ее почитанием ты сподобишься творящей силы, которая сможет наделить детей этой женщины или любой другой избранницы Мудо. твоим духом. И Шамут обвел взглядом всех соплеменников. Каждый, каждый из нас может стать обладателем этих даров. Каждый. И не забывайте о должном отношении к своим ближним и к той, которой мы обязаны всем на свете. таналан таналан и джетамиузы улыбались и, дождавшись, когда Шамут отойдет назад, сели на плетенные циновки. Это служило сигналом к началу, к началу празднества. Молодой паре поднесли хмельной напиток, изготовленный из цветов одуванчика и меда. О, цветочка! Я остаивавшиеся с прошлого еще новолуния. Через какое-то время чаши с этим напитком были розданы и всем остальным тоже. Мне тоже хочется! Эти дразнящие запахи лишний раз напомнили им о тяжких трудах этого долгого дня. Они все вспомнили. Скучать не пришлось и тем, кто остался на террасе. Об этом свидетельствовало первое блюдо, отличавшееся совершенно замечательным ароматом. Маркена и Толи представлявшие родственное семейство Рамудои Маркена и Толи поднесли Тонолану и Джетамио только что зажаренных нанизанных на палочки сигов которые были изготовлены еще этим утром заранее. холоднее чешво. Отвар ароматного лесного щавеля листья которого превратились в буро-зеленую кашицу служил им соусом. Ничего себе слова так и знают соусы. Джандалар немедленно оценил вкус этой необычной неведомой ему приправы. шо это таки соуса но она очень прекрасно прекрасно сочеталась она так подходила для рыбы. Вместе с первым блюдом по кругу были пущены корзинки с какой-то снедью. Едва Толи уселась возле Джандалара Ага Толи это вона Толика Толи Толи Моли Штоли Толи это она запомнили? Только Толи селась возле Джандалара тот полюбопытствовал что же находится там в этих корзинках а? Буковые орешки собранные прошлой осенью Буковые ответила она и тут же стала рассказывать ему о том как орешки с помощью маленьких кремниевых ножей как они освобождаются от плотной коричневой скорлупы и как их потом поджаривают при постоянном помешивании в плоских корзинах и наконец потом в конце обваливают в морской соли Ничего себе фисташки прям А ну насыпли меня трошки а? Соль принесла то ли вмешалась разговор джетамио то ли принесла это один из ее свадебных подарков то ли скажи а много ли людей мамутой живет возле моря много ли спросил джандалар нет считается что наш клан живет очень близко к морю беран большая часть мамутои живет на севере мамутои охотники охотники на мамонтов гордо заметила она каждый год мы отправляемся охотиться на север как ты смог сочетаться браком с женщиной из племени мамутои спросил светловолосый зеландоний у Маркена а а я похитил ее ответил тот и подмигнул полной молодой женщине то ли сразу же заулыбалась а нравится это правда кивнула она разумеется потом мы все уладили я встретился с ней во время своей торговой экспедиции на восток мы дошли до самой дельты матери это была моя первая поездка меня не интересовало из какого она вообще племени шарамудой или рармамумутой я знал только одно без нее я назад уже не вернусь все мое Маркена и Толи рассказали о тех проблемах и трудностях которые были вызваны их решением вступить в брак после длительных переговоров представители обеих племен решили что ему следует украсть свою избранницу выполнив при этом ряд условий ритуального характера тем более что самая Толи нисколько не возражала против этого и такие случаи бывали и прежде людские поселения были крайне редки и отдалены на такие расстояния что обжитые племенами территории не соприкасались друг с другом по этой самой причине чужеземцы обычно не вызывали у аборигенов враждебных чувств первоначальная настороженность и изумление через какое-то время сменялись спокойным безразличием или даже искренним радушием многие охотничьи племена привыкли к длительным странствиям связанным с сезонными климатическими изменениями они как правило сопровождали мигрирующие стада животных в некоторых из них существовала давняя традиция индивидуальных путешествий соло поход соло одиночный ничего себе индивидуальных путешествий определенные трения могли возникнуть только лишь при близком знакомстве ну конечно впрочем если какие-то проявления враждебности и встречались о них знали только лишь внутри племени характер взаимоотношений складывался в соответствии с определенным ритуалом которому старались следовать все стороны господствовавшие в ту пору законы не были жестко фиксированы да их вообще не было да конституция однако в основном совпадали у большинства племен того ли иного региона совпадали правила а не законы между племенами шарамудой и мамутои установились хорошие торговые отношения торговля ты меня а я тебе побольше давай в их обычаях и языках имелось много схожих моментов конечно маловато будет у первых мать великая земля носила имя мудо а у вторых мут мут т на конце но и у тех и у других она являлась богиней прародительницей и праматерью мамутои обладали развитым представлением о себе как народе что делало их открытыми и дружелюбными будучи собранными в группу они не боялись никого и ничего как те муравейки ибо ничто не может устрашить настоящих охотников на мамольдов дерзкие уверенные в себе несколько простодушны они считали выдвинутые им условия чем-то самоочевидным маркена они таковим и не казались вообще и потому переговоры велись достаточно долго хотя речь шла о таком заурядном деле как женитьба всего-то делов то ли была типичной представительницей своего племени открытая радушная уверенная в том что нравится решительно всем поголовно надо заметить эти качества действительно располагали к себе многих никто даже не думал оскорбляться или обижаться когда она задавала собеседнику вопросы интимного характера все понимали что она делает это безо всякого тайного умысла оно само выходит она говорила именно то что и приходило ей на ум и вот к ним подошла девочка с ребенком на руках то ли Шамил проснулась по-моему она хочет есть мать благодарно кивнула девочке и не прерывая разговора стала кормить малышку грудью перующим стали раздавать новые яства соленые крылатки ясеня плававшие в рассоле и свежие земляные каштаны крылатки это шо вот это шо цветет цветочика соленые крылатки ясеня у них смотри одни закусочки там перекуси до пива маленький клубень походил на дикую морковь сладкий подземный плод уже известный джандалару вкус его тоже показался джандалару знакомым но тут он ощутил во рту все острота присущая уже не моркови а редиске хотя это яство считалось здесь особым деликатесом делишес он решил отведить чего-нибудь другого конечно знакомого да да ланда и рошарио поднесли молодой паре новое приношение жирную похлебку сваренную из мяса серны и темно-красное черничное вино во я думал что самая вкусная здесь рыба обратился джандалар к брату ну тогда я еще не пробовал этой похлебки ты посмотри что понравилось джетамьё говорит что они всегда варят такой суп он заправлен сушеными листьями восковника его кора используется для окраски шкур серны именно она и придает им такой желтый цвет восковник растет на болотах его особенно много там где сестра сливается с матерью кстати мы и встретились то благодаря этому растению а ведь они приплыли туда именно за ним тогда угу вспомнив о событиях прошлой осени джандалар нахмурился а ты прав да нам тогда здорово повезло знал бы я как отблагодарить этих людей вспомнив о том что к этим людям теперь принадлежал и его младший брат он еще сильнее наморщил свой лоб вино это свадебный подарок джетамио сказала сиреню джандалар взял наполненную вином чашу сделал небольшой глоток и удобрительно закивал хороший много хороший очень хороший поправила его толи очень хорошее вино хороший и она сделала это без тени смущения поправила ибо владела языком не слишком уверенно и потому постоянно следила за правильностью речи еще та аудиокнига ты редактер очень хороший так че не так очень хороший повторил он с улыбкой глянув на коренастую молодую женщину прижимавшую малыша к своей объемистой груди ему импонировали ее искренность открытость и общительность перед которыми не могли устоять осторожность и скрытность свойственные большинству людей здесь он повернулся к брату она права Таналан вино действительно замечательно да хорошее вино даже мать не стала бы спорить с этим а уже Мартоны вино всегда выходило на славу я думаю она бы оценила Джетамьо а и Джандалар тут же пожалел о сказанном Таналану не суждено привести жену к матери и скорее всего не придется увидеться с Мартоной никогда Джандалар ты должен говорить на языке шарамудой когда ты говоришь на Зеландоне тебе никто не понимает и язык здешний ты и так никогда не выучишь сказала Толи с участием она была научена этому собственным опытом Джандалар заметно смутился что нельзя говорить но он нисколечки не рассердился на Толи искренне желавшую ему добра говорить на своем языке в обществе не владеющих им людей но это по крайней мере невежливо он густо покраснел однако заставил себя улыбнуться заметив замешательство Джандалара Толи поспешила добавить и почему мы не учим языки друг друга а если нам будет не с кем говорить на своем языке так мы ведь его просто забудем свой родной язык зеландони так красиво звучит что я выучила бы его с огромным удовольствием и она с улыбкой посмотрела на Джандалара и Тоналана мы могли бы заниматься каждый день понемножку закончила она так словно ей уже ответили согласие то ли может статься что ты захочешь выучить зеландони но ведь они могут и не захотеть учить язык мамутои заметил Маркен ты об этом подумала и теперь пришла очередь покраснеть и ей все представили нет ответила она устыдившись собственной самонадеянности в голосе ее слышались нотки удивления и горечи а мне хотелось бы знать оба языка и мамутои и зеландони тем богаче будем и мне очень понравилась эта идея да сказала Джетамио уверенным тоном я тоже так думаю то ли кивнул Джандалар как все у нас перемешалось наши рамудои ну отчасти мамутои наши шамудои еще те надои ну да отчасти зеландони заметил Маркен с нежной улыбкой посмотрев на свою жену их взаимная привязанность была просто очевидной хорошая пара подумал Джандалар однако не смог сдержать улыбки склонный к худобе Маркена нисколько не уступал ему в росте когда супруги стояли рядом он по контрасту казался еще выше и еще сухощавей а она еще ниже и еще толще вширь да вкось может вы позволите и другим тоже присоединиться спросила Сиреню мне тоже хотелось бы изучить Зиландоний ну а Дарво занялся бы мамутой в жизни ему это наверняка пригодится особенно если он решит заняться торговлей и начнет странствовать по свету а почему бы и нет рассмеялся Таналан куда бы ты не пошел на восток или на запад знание языка тебе никогда не помешает и он посмотрел на своего брата и ухмыльнулся и все-таки когда имеешь дело с красивой женщиной можно обойтись и без языка правда Джандалар особенно если у тебя глаза большие и синие последнюю фразу он все-таки произнес на языке Зеландони чтоб никто не поняв и Джандалар сразу же улыбнулся надо говорить Шарамудой Таналан сказал он и подмигнул Толи выудив из деревянной миски скользкий гриб он держал кремниевый нож в левой руке как принято у племени Шарамудой и потому испытывал известные неудобства ты посмотри это в левой это в правой шо вообще как в ресторан чешо и он спросил у нее как это называется у Зеландони это гриб Толи назвала гриб и на языке Мамутои и на языке Шарамудой тогда Джандалар выловил из миски зеленый побег и вопросительно поднял нож с наколотым на него стеблем это стебель молодого лопуха ответила Джетамио и тут же поняла что слова эти не значат для него ровным счетом ничего ты лопух ты поднявшись со своему месту она направилась к куче мусора оставшегося после готовки пищи и вернулась оттуда с вялыми но вполне узнаваемыми листьями шо в мусоре копалася лопух сказала она показывая ему обрывки большого покрытого пушком серого зеленого листа серо-зеленого оторванного от своего черенка он понимающе кивнул она взяла в руки другой лист длинный зеленый с характерным запахом ага а я то думаю откуда здесь этот запах а обратился он к брату но я и понятия не имел что у чеснока могут быть такие-то листья и он вновь повернулся к Джетамио и как же это у вас называется черемша ответила она черемша дикий чеснок вы мне напишите да а я скажу гарлик чеснок то лучше то ли не знала как называется это растение на языке мамутои не знала однако стоило ей заметить в руках длинный лист как она сразу же тут же оживилась водоросля выпалила она водоросля я принесла эти листья с собой они растут в море и делают суп суп наваристые и она опустилась в путаные объяснения черти шо попробуй поймай сей ингредиент был добавлен в традиционный наверное суп потому что дальше у меня ничего не написано пропустите шамуда раступите пропустите шамуда сиреню действовала на соплеменников успокаивающе шамуд быстро распеленал ребенка холодную воду сиреню и поживее не постой дарво водой займешься ты сиреню липовая кора ты знаешь где ее взять да кивнула сиреню и поспешила выполнить поручение шамуда рошаря у нас есть горячая вода если нет то согрей немного нужно приготовить отвар липовой коры и сделать успокоительное снадобье и для того и для другого нужна горячая вода его взгляд упал на запыхавшегося мальчишку принесшего из озерца полный мех воды молодец сынок быстро ты обернулся и шамут одобрительно улыбнулся и стал плескать холодную воду на раскрасневшуюся кожу малышки на месте ожога уже появились волдыри нужно завернуть ее во что-то мягкое пока не будет готов отвар взгляд целителя упал на лист лопуха лежавший прямо у его ног джетамио что это лопух ответила она мы добавляли его к мясу что-нибудь осталось я говорю о листьях сейчас мы использовали только стебли листьев там целая куча неси их сюда джетамио джетамио побежала к мусорной куче и вскоре вернулась оттуда с двумя полными охапками изорванных листьев шамут погрузил их в воду и стал прикладывать к обожженным местам мокрые листья вскоре их благотворное воздействие стало явным истошные вопли малышки сменились жалостным хныкнием и постанованием помогает пробормотала толи собственные ожоги она ощутила только лишь когда на них указал шамут в тот момент когда на них пролили горячий чай она болтала с подругой не отнимая от груди довольно посапывающую дочку услышав ее виск толи забыла обо всем на свете с этой минуты для нее существовали только дочка и ее боль скажи с шамьё все все будет в порядке ну волдыри как видишь уже появились но думаю все обойдется рубцов скорее всего не будет ах толи как мне плохо пробормотала джетамьё ужас какой-то бедная шамьё да и тебе самой тоже досталось и толи вновь поднесла шамьё к груди в начале кормления вызвало у нее ассоциацию с болью и она попыталась отстраниться от матери но тут же воспоминание о былом блаженстве перевесило все страхи и малютка благодарно припала к материнской груди успокоив тем самым и себя и толи тамио вы с таналаном все еще здесь изумилась она это последняя ночь которую вы можете провести вместе шо это такое ребята шо это нас переключают то туди то сюди и спали меня довгали меня шо то таке шо вы мне тут картинки меняете я нифига не понимаю ни хрена оно нормально вот так чи шо давайте мне уже гейлу да и все закончим с ней шо мне то туды кидаете то сюды то юг то на запад то восток шо то нормально шо то такое а еще здесь было пропуск текста я вообще не понял шо произошло какого кого там ошпарили у меня было написано пропуск текста все шо сколько пропустили один том два три сколько книг пропущено мы не знаем и че это это так задумано или че то есть что то произошло а что мы не знаем мы только догадываемся кого то обожгло там сисю сисю кормила и шо то ей там на эту сисю попало и больше на дитё это шо был этот самый суп наверное да так несла ресторанша официантка шо на дитё налила че шо а ты тоже придумала кормить детей где суп варят нашла где сисю показывать а дома сиди корми шо не так че шо но она наверное решила что всем дают поисты и я тоже покормлю ну это так ну вот пока непонятно ребята че это непонятно вообще может хотят нам сказать что лопух это хорошая вещь что сейчас найдут это какое-то садобье чтобы его лекарство сделать лопух как у нас это лопух и подорожник да подорожник лучше для таких вещей и вы кстати писали очень интересные про ожоги что надо делать сразу же у кого есть что на кухне там я уже не забыл что вам писали но вы очень много интересного писали что сразу приложить то соду то еще что-то сначала надо остудить резко резко прям по холодной воде а потом только мазать маслом это пока то что я запомнил вы писали там такие даже вещи которые прям вообще солью например что это нормально не сыпь мне соль на рану я соль что-то не понял что действительно помогает прям вообще такие же не поймешь что оно даже поможет солью сразу же на это вы шо это шо это шо нормально че шо сыпь мне соль на рану не я так не хочу не, больно будет, наверное. Мне кажется, что я по солью посыплю, и я ночью больней стану, сразу же смывать будешь. Так что, то есть советы, говорю, к чему, что советы разные. Вы советуете так много, что одно хорошо, другое плохо. То попробуй еще выбери из того, что там хорошо. Даже надо проверенное что-то делать, давать. Вот так вот. Вот так и тут. Попробуй эту малышку-младенца солью посыпай сейчас, и что? Вообще хорошо будет, да? Нормально. Вот вы так посоветовали. И что потом робить? Скорую вызывать там? В дреческом зале, да? Туда приедет скорая? В том Древнем Риме, где мы там сейчас? Да, ребята, на сегодня у нас все. Услышимся, увидимся уже когда-то завтра. Все. Покедова. Чпоки-чмоки. Все. Споки-ноки. Покедова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...